Гостями фестиваля стала делегация Союза Русско-Сербского экономического сотрудничества, приехавшая по приглашению актива ветеранских организаций воинов, прошедших Афганистан и Чечню. Программа фестиваля была составлена из показательных выступлений различных видов боевых искусств, таких как ушу и самбо. Затем на татами вышла секция карате Киокушинкай. Это контактный стиль карате, обязательным упражнением в котором является разбивание предметов. Айкидо относится к современным боевым искусствам. Оно включает физическое воспитание, самооборону и духовную составляющую. Секция в Краснотуринске открыта с 1995 года. Основал группу Юрий Буров, имеющий второй дан. С 2008 года работает секция для детей от 5 лет. Для них все занятия проводятся в игровой форме. Дзюдо – это распространенный вид спорта, в основе которого лежат броски и подсечки, а также болевые и удушающие приемы. Этот вид выбирает тот, кто ценит в единоборстве не только физическую силу, но и ум, благородство, взаимное уважение. Одним из видов искусства самообороны без оружия, основанным в Корее, является тэквондо. Боевое искусство, не знающее равных по мощи и эффективности техники. В этой спортивной секции города Краснотуринска подготовлено множество спортсменов. Среди них – кандидаты в мастера спорта России. Более 10 лет они тренируются у своего главного наставника Игоря Савченко, обладателя черного пояса 2-го дана. Игорь Савченко Участие в празднике принимали не только представители восточных единоборств. Своё мастерство в рукопашном бою продемонстрировали кадеты казачьих клубов. Боксёры, воспитанники тренера Юрия Ермакова, показали элементы спарринга и бой с теней. Выступление военно-исторического клуба «Феникс» из города Карпинска очень понравилось зрителям. Греческая борьба «Панкратион» – это древнейшие бои без правил. Во время боя спортсменам разрешается использовать весь арсенал видов единоборств. Общих правил для таких соревнований никогда не существовало. Они сводились только к тому, чтобы на бойцах было минимум экипировки, и они могли применять любые приёмы, кроме нанесения тяжёлых увечий. Краснотуринский «Панкратион» начал своё существование с 2008 года. Фестиваль завершился общим построением и награждением участников памятными подарками и дипломами. По словам организаторов фестиваля, с каждым годом интерес у жителей города увеличивается. А как иначе? Ведь мероприятие получается зрелищным и ярким. «Очень хочется, чтобы дети росли не только физически закалёнными, но и духовно, чтобы были морально устойчивы. Хочется, чтобы родители имели возможность приходить и видеть, как работают вот эти спортивные секции, которые сегодня демонстрировали своё искусство. Мне очень понравилось, что некоторые секции сделали именно на этом упор, именно вот на подготовительном комплексе, и показали родителям, как занимаются с маленькими детьми. Я считаю, это сегодня был сильный шаг». Продолжение следует...